Костик 6 лет средняя школа, потом 3 года гимназию, 3 года лицея, значит в общий случай получается 12 лет ребенок учится. Но Костик у нас еще здесь, мы его пустили на класс ниже, он сейчас должен был по идее в 6 классе учиться, но мы его решили, вот он как приехал, он еще раз пошел в 4 класс, чтобы легче было учиться. И совсем не жалеет, конечно, об этом, потому что ему и легче было, и все, и, ну, в принципе, вот то, что ему будет 20 лет, когда он закончит все это обучение, это, конечно, да, очень интересно. Вот у них тут такие учебники красивые, например, вот учебники по пластыке. Здесь в школе к каждому учебнику еще прилагается тетрадь упражнений, вот, например, вот учебник по пластыке, ну, это рисование, да, очень красивые учебники с иллюстрациями с цветными, здесь рассказывается о различных эпохах, о различных направлениях, так, вот, даже затрагиваются какие-то вопросы архитектуры, в общем, ну, красивые очень учебники, очень красивые учебники, и как-то вот так вот, если учиться по-настоящему, да, я считаю, что очень много можно узнать, вот, учась в средней школе, и тут же, значит, свечение, где они что-то выполняют, там, допустим, это не только рисование, это могут быть и аппликации, и какие-то вот такие вот фигуры, ну, в общем, вот так вот интересно. Вот, значит, следующие учебники, это учебники по религии, предмет этот необязательный в школе, в принципе, если человек может, он является какого-то другого вероисповедования, то он может и не ходить. Вот, вот тоже подрэнчник, здесь, значит, говорится о Боге, ну, о Иисусе, в общем-то, пересказывается Библия, очень таким доступным, легким языком, с иллюстрациями и с объяснениями, ну, в общем, для детей в самый раз. И тут же предлагается тоже такая вот тетрадь, где они после прохождения каждой темы тоже выполняют какие-то задания, там, таблички, рисунки какие-то, в общем, все объясняется детям, то есть, вот так вот, ну, Костик у нас, этот предмет как-то так, прям скажем, ну, очень, к нему, в общем, к душа лежит. Вот, это польский язык, тоже и учебник, и зешечевичень. Польский язык здесь, ну, как бы, все вместе, и немножечко литературы, да, вот у них смысл такой, что сначала читается, допустим, какое-то произведение, а потом задаются по этому произведению вопросы, разбирают, тут же дается грамматика, то есть, в одном учебнике у них и грамматика, и литература. Мне учебники такие нравятся, как-то вот, тоже все выполнено на хорошей бумаге, все такие... яркие, хорошие, вот, и тут же, значит, чвечение, где они тоже проделывают все чвечения. Упражнения. Упражнения пишутся все почему-то только карандашом, ну, не почему-то, а чтобы потом они могли это стереть, но какая-то неаккуратность во всем этом, вот эта вот карандашная вот эта вся писанина, когда детей приучают к тому, что ты можешь написать, а потом, если неправильно, ты можешь это исправить, вот, на мой взгляд, вот это вот как-то расхолаживает, вот, ну, музыка, конечно, то же самое, учебник, подрэнчник, все описывается, различные песенки, ноты, дается нотная грамота, тоже различные направления в музыке, вот, и дается какие-то сведения о композиторах, в общем-то, я считаю, нормально, вот. Это техника, техника, ну, это как бы труд, то, что у нас называется там, вот, и не только труд, тут как-то вот общее такое название, вот, в данном случае, это как бы черчение, да, они тут шрифтами умеют пользоваться там, в общем, ну, вот такой учебник. Ну, мой свет, мой свят называется, это природа, это природа, тоже написано очень доступным, хорошим языком, все тут дается, все начальные познания даются и по природе, и ботаника, и зоология, и экология, и физиология человека, и гигиена, в общем, все дается потихонечку и помаленечку. Ну, математика это у нас, просто такая вот, она уже вся потрепанная, это геометрия, а есть еще арифметика, ну, то есть математика, вот, история, тоже история, очень большой учебник, такой очень тоже написан, в общем-то, хорошим языком, с хорошими иллюстрациями, вот, вот, естественно, все это история начинается с Древней Греции, с Древнего Рима, Древний Египет, и очень, так, я бы даже сказала, может быть, как-то вот схематично так вот даются все какие-то знания, ну, в общем-то, хорошо, мне нравится, вот, и английский язык, который называется Макси-такси, тоже вот, все это яркое, красочное, выполненное на хорошей бумаге, но, вот, если вот эти вот все учебники собрать, допустим, вот у Костика каждый день по 6 уроков, так, и обязательно там, может быть, даже дни такие, когда нету физкультуры, то есть приходится вот такую вот, вот, например, стопку, да, таскать в школу, так как все учебники сделаны на очень хорошей бумаге, на качественной, да, то это получается очень-очень тяжело, килограмм в 8 у него рюкзак, конечно же, обязательно весит. Информатика. Вот, информатика, это учебник, который на несколько лет им дается, тоже здесь так все подробно рассказывается, описывается, как пользоваться компьютером, какие-то основные понятия Windows дается, как набирать, понятия все, и, ну, в общем, тоже, я считаю, что здесь, в школе, даются очень даже неплохие знания. Вот, тут у него лежат, значит, словнички, словари, но он ими, собственно говоря, не пользуется, я говорю, почему ты не пользуешься словарями, если ты не знаешь, а зачем, типа, пользоваться? Вот такой вот он у нас. Вот, навела порядок, навожу сейчас порядок у него на столе, сам порядок, ни черта ничего не хочет делать. А это у нашего Костика коллекции его. У нас Костик очень не любит выкидывать, например, какие-то вещи старые и коллекционирует. Вот это вот его поделки, которыми он еще делал в Ташкенте, вот там бутылка, банка какая-то, вот. Вот, это мы все привезли сюда, и он это все любит. Вот это вот мягкие игрушки, с которыми он тоже ни-ни-ни, ни в какую не расстается. Это, собственно, наш, когда был маленький, мы его фотографировали, это еще в Ташкенте. Вот, и, то есть, вот это вот все его, вот эти вот какие-то вещи, которые ему когда-то дарили, которые мы когда-то покупали, он вот это вот все вот так вот бережно складывает. Вот, вот карандаши вот эти вот, вот, у него, для него очень ценный карандаш этот, потому что это вот здесь написано «Конструктор Томск». Вот это вот такой карандаш для него, очень ценный карандаш. Это автобусы, он очень любил автобусы, и когда-то он все это в детстве... Вот это вот он, яйцо такое тоже какое-то делал, сам пасхальное. Все вот эти вот его поделки, они... Это мы с ним когда-то лепили. Еще мы в Ташкенте когда были, мы вот лепили вот эти вот поделки с ним вместе. Там изображали маму, там изображали собачку нашу, кошку. Вот, тут у нас еще собачка была, ну вот вся она, что-то это... А, вот наша собачка. И вот это вот, по-моему, даже что-то там еще черепаха была. Ну вот это вот все-все, Костя, значит, он держит. Все это ему дорого, как память. Хм, такой мальчик интересный. А это вид из Костяного окна. Здесь напротив нас опять дом, опять его чинят. Вот, шум постоянно, мусор. Вот, на стоянке, на которой стояла обычная машина, поставили мусорку такую. Здесь невозможно уже машины держать, потому что они полностью запыливаются. Ну, вот это вот вид из окна Костяка. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok